Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Известнейший Максим Кат со мной на связи прямо сейчас. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, с таким позитивом решил начать, но совершенно не позитивные вещи будем обсуждать, а именно взгляд на то, что произошло в Брянске, я бы хотел начать с этого наш разговор. Потому что, с одной стороны, мы видим уже мифологизацию спустя там двое суток после событий, мифологизацию со стороны российской. Мальчик Федор, которого навещает мать в больнице, которому посвящает стихи губернатор Брянской области, возведен в ранг национальных героев. Вместе с этим очень много несостыковок в том, что произошло на самом деле. И русский добровольческий корпус, который проник и призывал сопротивляться, как-то вот, казалось бы, этот посыл не возымел эффект. Что увидели вы в этой истории и, самое главное, к чему все это может привести? Ну, эта история показала полную беспомощность в очередной раз российской армии, спецслужб, каких-то пограничных сил. Они сейчас, я уж не знаю, какие там должны, какая-то Росгвардия стоять, еще кто-то. Просто было по всему видно в тот день, что просто никто не понимает, что происходит. И что руководство получает какую-то информацию уже, когда все событие закончилось. То есть уже все вошли, пофоткались, ушли, там сняли видос. Только тогда начинается какая-то реакция. И там по заголовкам основных, вообще крупных таких российских СМИ было видно, пропагандистских российских СМИ было видно, что они просто нет никакой методички. Они совершенно не знают, что делать в этой ситуации. Мало того, нет не только методички, но и информации. То есть они получают какие-то разрозненные данные по слухам. То автобус с детьми атакован, то погибло много детей, то деревня захвачена в заложнике. То вроде как и не погиб никто, а потом все-таки кто-то погиб. Потом расстрелянная Нива, которая аж Путин сказал. Потом вместо Нивы показали копейку или что там, или девятка была. Что-то такое. Или семерка, но в общем совсем не Ниву. И все это показало, что просто царил хаос в системе управления российской по этому поводу. То есть они не контролируют границу. Какие-то люди, не знаю, что они там российские националисты или нет, кто там снял видос. Но какие-то люди перешли границу, поснимались, сняли видео, пофоткались и ушли себе обратно. Убили ли они там кого-то, это на самом деле непонятно. То есть вот эти все рассказы о том, что там они кого-то убили, они не пока... Нет, да, еще там в процессе Путин отменил визит в Ставрополье, которая от этого места за тысячу километров находится. Не за сто, не за двести, а за тысячу. Там до Еревана в два раза ближе, чем до того места, где произошли события. Значит, потом на следующий день то срочное заседание Совбеза, то нет заседания Совбеза, то послание будет, то не будет послания. В общем, как-то все это, ну, показало полный хаос. То есть действительно никто не ожидал, что, видимо, в России что-то такое возможно. При том, что, судя по всему, вошло немного людей. То есть там 40 человек со стрелковым оружием, там не было тяжелой техники, не было никакой там ни артиллерийской поддержки, ни авиа, вообще ничего не было. Просто вошли, пофоткались и вышли. Ну, конечно, унизительное событие. Ну, а что будет дальше? Ну, может, кого уволят откуда? Ну, я не думаю, что оно будет иметь какие-то... Вот именно это событие будет иметь какие-то глобальные последствия для ситуации. Вот атаки дронами на российскую территорию, вот они будут иметь, если продолжится. Да, мы поговорим о дронах, но смотрите, здесь же какая история. МИД Российской Федерации раскручивает вот эту тему, ну, по крайней мере, пытается, что, мол, смотрите, натовское оружие у этих записывающих видео бойцов русского добровольческого корпуса, значит, НАТО и правда хочет развалить Россию, значит, прав был Путин, когда несколько дней ранее говорил о том, что есть коварный план раздела на уральцев и московитов. Значит, правильно все. Вот сейчас, на самом деле, мнения разных аналитиков, они разделились. Вот то, что произошло, это вот сплочает россиян вокруг войны или, наоборот, ну, скажем так, пугает и заставляет двигаться в сторону завершения конфликта? Точно не пугает, потому что чему тут пугаться? Ну, может, тех, кто прям в плотной границах живет и пугает. Я думаю, там и так уж давно испугались. А что касается всех остальных россиян, я не думаю, что это кого-то пугает. А сплачивает? Тоже не думаю. Вот, конечно, весь этот дискурс о развале России, разделении ее на части, он, конечно, Путину и пропаганде очень выгоден. Он, конечно, россиян сплачивает. На нем можно хоть даже и предвыборную кампанию провести, хоть и вообще оправдать свое существование. То есть, Путин сейчас не может продавать россиянам какие-то результаты. Он может продавать чего-то, что не произошло. Это очень удобно. Что я, вот, что я, зачем я вам Путин нужен вообще? Что от меня хорошего? Не развалилась Россия. Он, видите, эти, он там собирались, там, этот какой-то там клуб этих магистров постимперства. Вот, значит, и деколонизаторов. Вот, значит, собрались магистры деколонизации постимперства и говорят, Россию поделить на такие вот такие части. Вот там Удмуртия, здесь, значит, Московия, тут Карелия. А я, Путин, вот есть и Россия вся вместе. Хорошо же. И так как в России нет никакого, на самом деле, запроса ни на какую, ни на какой развал, ни на какие независимости вообще ни в каких регионах, то абсолютная большинство россиян отвечает, отлично, вот и понятно, зачем нам Путин. То есть, это, конечно, сплачивает, этот дискурс очень Путину выгодный. Он, ну, и он идет иногда от оппозиционных спикеров, иногда от украинских. Совершенно не факт, что как-то им дают методички, да, кремлевские. Возможно, вполне, что это люди и сами придумали, да, потому что им кажется, что как-то это должно обидеть Путина. Ну, конечно, на самом деле нет. То есть, это Путин очень выгодно. То есть, весь этот дискурс о развале России, Путин, он очень выгоден, Путин отличненько на нем ездит. Но события в Брянске, они, ну, они не влияют на него сильно. Ну, потому что это, на самом деле, показывает слабость системы. Враг, в общем-то, это же враг, типа, ну, война идет. Прорвался через границу, вошел в село, пофотографировался, видос снял. Вроде как даже кого-то убил, хотя и непонятно. Может, и убил, может, и не убил, это уже как-то не ясно до конца. Ребенок что-то там как-то, значит, вокруг врага ходил. И, слава богу, вроде жив-здоров, но тем не менее. Вот это, конечно, показывает просто беспомощность. Беспомощность для такой системы, как Путинская, это довольно опасно. Потому что, если она беспомощна, так нафига нам ее слушаться? В общем-то, могут задуматься все. Вон, мобилизованные из Иркутска там, обратились с обращением, а потом, бац, и погибли все. Ну, а там ведь мобилизованные есть не только из Иркутска, есть еще откуда-нибудь там. Завтра мобилизованные из Томска тоже самое там обратятся. И будет понятно, что они через неделю все погибнут. И будет задан естественный вопрос. А нафига им вообще Путина слушаться? Почему им взять и не поехать с фронта обратно в Томск? Забив на все законы и правила. И сейчас как бы понятно, почему. Потому что система всесильна. Ее вроде как всенародно все поддерживают. Из каждого утюга это доносится. И вроде как поедешь в Томск. И к тебе там в худшем случае кувалдой по башке. В лучшем случае погрозят и обратно отправят. Ну, или в тюрьму посадят. А если система беспомощна, и даже через границу могут проходить с другой стороны, фоткаться и уходить живо-здорово, и все нормально. Тогда зачем ее слушаться? Вот это для системы опасно. Это опасно. Но, конечно, одной вылазки в Брянске недостаточно, чтобы как-то глобально изменить мнение россиян на этот счет. Но в эту сторону это работает. Я хотел, чтобы закончить эту тему с Брянском, с которой мы начали. Вот все-таки ваши отношения услышать о том, есть ли перспективы вот этой РОА-2.0, вот этой армии освободительной, которая вот заходит, там, сразу, там, Лакоть приводят в пример, исторические аналогии о том, что может вот этот добровольческий корпус зайти, там, занять, например, несколько сел Брянской, той же области, и вот объявить там настоящую Россию, а потом двигаться как бы дальше. Вот эта романтика революционная, у нас называют там белоленточники, да, вот эти параллели, насколько вы их разделяете, действительно ли за вот подобными демонстрациями вот этот смысл? Ну, у нас белоленточниками называли тех, кто на болотной протестовал. Странно, откуда это здесь взялось. Потому что там белые ленты были. Да, да. Это был символ того протеста. Ну, как белое движение, поэтому отсюда так вот называют. Да, понятно, да. Ну, что касается... Эта история, на самом деле, кажется мне выдуманной. Мне не кажется, что она существует в реальности. Ну, то есть, определенно, кто-то зашел и пофоткался около Брянской деревни, но у меня есть большие сомнения, что это действительно существующий в реальности какой-то русский националистический батальон. Может, там есть, там, не знаю, человек 50 каких-то, реально или 100. Может быть, есть в ВСУ какие-то специальные люди, которые вот именно для таких вот фотографий используются. Но в существование реальных каких-то боевых сил такого рода что-то не верится. То есть, пока, во всяком случае, никаких доказательств этому не существует. То есть, об этом много говорят. Это на каком-то этапе почему-то было решено, что это выгодный пропагандистский концепт кем-то в Украине. То есть, это толкалось. Я видел там и рассказывали об этом и крупные даже украинские спикеры, и даже как-то Арестович очень многоуважаемый и огромную работу проделывающий информационную, да, и очень хорошо справляющийся с российской пропагандой. Даже он на каком-то этапе говорил про какую-то там, значит, освободительную армию, которая пойдет в Россию. Ну, кроме слов, ничего не видно за этим. Да, ну вот, кто-то там пофоткался, но сколько их там, ну, как бы, вообще, есть ли они, или это просто для фотографии взяли кого-то, кто говорит по-русски с определенным акцентом, мы знать не можем. Пока никаких оснований полагать, что подобная сила вообще существует в природе, нет. Ну, здесь, как бы, этих людей идентифицировали, просто вопрос в том, насколько вообще россияне ждут, что их освободят. Вот, наверное, самый главный вопрос. Нет, так, такой истории россияне как раз боятся. То есть, если будет какая-то история, что где-то там какой-то добровольческий батальон решил освободить Россию, то это как раз очень многие россияне, даже не поддерживающие Путина, скажут, не-не-не, лучше уж давайте как есть. Потому что, ну, это просто пугает. То есть, что какие-то люди с оружием там будут как-то силой захватывать власть, совершенно непонятно, как это может привести к чему-то хорошему. Расстояние между каким-то недовольством властью в России до желания, чтобы тебя таким образом освободили, оно очень далеко. И заблуждаться в том, что люди могут что-то такого хотеть, это надо быть Путиным, который тоже почему-то думал, что какие-то украинцы будут рады, если он с войсками войдет в Украину. Точно так же никакие россияне не будут рады, если кто-то с войсками войдет в Россию и будут точно так же сопротивляться, защищаться и обороняться. То есть, здесь и совершенно по-другому будет армия воевать. То есть, тут совершенно не надо ожидать ничего подобного. Максим, давайте поговорим о Путине и его отношении с элитами. Буквально несколько дней назад достаточно резонансно, хотя не шибко тиражируемо, вышел в свет Дерипаска с определенной критикой политики государственной по отношению к бизнесу, к определенным обязательствам бизнеса в поддержке СВО, так называемой. Ну и состоялся такой какой-то закулисный конфликт, которым там немного, там несколькими строчками сообщили разные телеграм-каналы, специализирующиеся на этом. Вроде бы Путин всех звал назад, олигархов. А что за каналы? Разные российские каналы опубликовали речь Дерипаски. А не речь Дерипаски, да, это я видел. Я имею в виду про закулисный конфликт. И что, мол, якобы очень недовольны в Кремле вот таким восмущением Дерипаски. Да, вот это кто публиковал. Ну, есть целый ряд телеграм-каналов, которые на это специализируются. И ура патриотические, и те, которые другие. Я только про генерала СВР слышал. Это тоже. Нельзя, нельзя ориентироваться. Он выдумывает. Просто все, что там написано, это чистая выдумка. Абсолютный просто плод фантазии того, кто везет канал. Литературный жанр, да, вы имеете в виду? Абсолютно литературный. То есть, он причем никак не привязан к реальности. Бывает литературный, который как-то привязан к реальности, а этот просто привязан только к публичным каким-то сообщениям, больше ни к чему. То есть, нет никакой информации. Но, сама речь Дерипаски, да, она необычна. Но, надо сказать, Дерипаска такой себе позволяет периодически. То есть, он прямо как началась война, позволял себе выступления такие довольно свободные, вольные. Через несколько месяцев после. Дерипаска – это очень сильная фигура в российской системе власти, который позволяет себе довольно много. Значит, чем это для него кончится, ну, тут скоро мы узнаем. Пока вот как-то он проскакивает. Не знаю, он очень глубоко интегрирован в всю систему управления российского. Поэтому, вот пока проскакивает он с такими высказываниями. Но, может быть, через какое-то время уже не проскочат. Тогда с ним будет примерно то же самое, что с братьями Магомедовыми, которые одно время были при президенте Медведеве самыми главными вообще бизнесменами, а сейчас уехали на 17-19, что ли, лет, или 19-21 в колонию строгого режима, и нету больше их. Поэтому с Дерипаска, в принципе, может произойти это, но это очень крупная фигура. То есть, ну, будет довольно большое землетрясение, если Дерипаска куда-то в такое место поедет. Почему я просто привожу вот этот инцидент, это заявление, потому что, вот, с одной стороны, да, мы поговорили на влияние на позиции власти в России извне, ну, вот этот корпус добровольческий, вот это белое движение, вот это возрождение, что мы придем и освободим Россию. А внутри нечто подобное. через конфликты с олигархами, вот через какие-то недовольства, и финансирование, ведь самый главный вопрос, вот есть кому профинансировать протест, свержение, или хотя бы шатание трона Путина? Не-не-не, ничего подобного сейчас нету. Есть очень много, кто мог бы профинансировать, и протест, и шатание, и очень много чего. Проблема в том, что, по факту, даже протест какой-то мирный, он выведен за легальную плоскость. То есть, все протесты в России сейчас, по факту, не легальны, а финансирование протестов вообще приравнивается к измене Родине. То есть, это прямо совсем, ну, не напрямую к этой статье, но это просто считается государством, как просто измена Родине. Поэтому никто не будет сейчас финансировать протесты в России, или какую-то политическую деятельность открыто. Ну, несмотря на это, можно найти финансирование закрытое, но сейчас довольно крепко держится Путин, и система силовиков, которая под ним находится, держится довольно крепко, и вряд ли что-то подобное будет организовано сейчас. Что-нибудь может зашататься со временем. Я вот уже говорил, что, во-первых, президентские выборы будут очень трудным моментом для системы. Причем там будет сразу много трудных моментов. Во-первых, выдвижение само. То есть, когда Путин объявит, что он все-таки идет, это вот в 11-м году очень сильно сработало, когда объявили, что Путин вернется, хотя всем было понятно, что это идет к этому, но когда именно само объявление произошло, очень изменились общественные настроения в стране. Потом объявление оппонентов, там очень специфичный набор оппонентов будет. Ну, и потом сама компания, то есть, надо как-то убедить людей проголосовать, хотя бы какое-то количество, да, нельзя вообще, чтобы никто не проголосал. Вот, параллельно еще будет, по всей видимости, мы скоро будем наблюдать контрнаступление Украины. Непонятно где, но оно, похоже, произойдет. И, по всей видимости, мы не будем наблюдать никаких успехов на фронте, кроме, может быть, взятия Бахмата, который абсолютно не играет никакой существенной роли глобально во всей этой, в этом всем конфликте, во всей этой войне. Конечно, если приблизить карту ровно к Бахмату и там постоянно рисовать, какую именно деревню вокруг него взяли, то кажется, что это какое-то большое событие. Но если как бы отдалить ее до всего пространства, то там вообще не видно даже, чьи там какие-то, где там они там... Вот, поэтому Бахмут стал значимой только по факту того, что за него бои идут с августа. Но в действительности его потери ничего вообще не меняет в конфигурации. Никаких других значимых успехов России не ожидается, российских войск, путинских войск, не ожидается абсолютно. И это тоже через некоторое время будут начинаться усталости от войны и невозможно, в общем-то, представлять какие-то даже условно хорошие новости даже для тех 15%, кого это как-то волнует очень. Кроме того, может нарастать экономический кризис, потому что кое-как первый год справились, в том числе с помощью очень неуклюжих западных санкций, которые помогали часто Путину с помощью очень эффективных действий руководства экономического блока России, с помощью резервов, которые накопились, как-то год перекантовались. Но там начинаются уже проблемы, уже много кто об этом говорит, там шли Дерипаска. И у бизнеса они будут точно такие же, и у государства. Бизнес не сможет помочь государству в данном случае, потому что у него у самого он будет без штанов. Поэтому здесь можно ожидать разный спектр проблем, которые могут изменить общественное настроение, а вместе с ними и настроение в элитах. Но какого-то там такого восстания, что завтра вдруг выйдет какая-то сила и возьмет все свергнет, это ожидать сейчас не надо, ничего подобного в России сейчас нет. Впервые появилось... А, может быть, сейчас, еще скажу, может быть закулисный переворот. То есть там могут какие-нибудь очень узкие круги, буквально ближайшие 10 человек к Путину, они могут там что-нибудь устроить, куда-нибудь его отправить, или там внезапно он заболеет, или еще что-то такое. Но это, опять же, не из прогнозируемых событий, мы его не увидим снаружи. Пока оно не случится. Да, но то, что может, может, опять-таки, все это версии, вот мы с вами сейчас беседуем, и вот практически онлайн сообщают о каком-то загадочном рейсе из Германии во Внуково. А, я видел. И обратно, и тут как бы намекают разные, там тоже, телеграм-каналы и обозреватели, что вот смотрите-ка, Ралдугину, известному музыканту, плохо, ухудшилось состояние здоровья, а он как бы является держателем активов Путина, ну, якобы, да, и поэтому из-за того, что ухудшилось состояние такого человека, даже запреты на полеты между Россией и Германией на них махнули рукой. Как вы относитесь к этой версии? Я не видел информации про Ралдугина. Может быть, довольно широкий спектр людей, которые могут лететь на этом самолете, начиная от работников посольств разных европейских, там, послов, консулов, там, просто посольских работников, которым внезапно понадобилась медицинская помощь в Германии, и, конечно, пропустят такой самолет все. Продолжая какими-нибудь крупными чиновниками, которых могли согласовать вывезти в Германию на лечение, продолжая какими-нибудь известными людьми просто или иностранными гражданами. То есть, пока нет информации, может быть, и Ралдугин, кстати, то есть, это, ну, спектр очень широкий людей, которые могут в этом самолете быть. Пролет медицинского самолета совершенно понятно, почему разрешат европейские страны, понятно, почему разрешит Россия. Пока я, вот, пока у нас нет информации, я не вижу никаких оснований для каких-то сложных размышлений на этот счет. Даже если это кажется Ралдугин, то это тоже особо ни о чем не говорит. Ну, Ралдугин так Ралдугин. Мало ли, кто мог заболеть и кого срочно понадобилось вылечить. Ну, да, тут, конечно, для пущего хайпа можно сказать, что вдруг это сам Путин, вот что срочно прихватило и нужно. Мне кажется, что Путин скорее, я не знаю, святой водой будет лечиться исключительно, нежели полетит сейчас в Германию на лечение. Это просто невозможно абсолютно. Ну, на мой взгляд, я, конечно, не знаю, может его опять же вот это вот какие-нибудь там силы упаковали, там, скажем, плохо, срочно в Германию и таким образом как бы решают проблему. Но это абсолютно, знаете, это мы с вами такую сказку рассказываем. Сказку можно очень как бы в разные стороны ходить. Нет, это это вряд ли Путин. Да, вряд ли Путин. У школи, ну, зацепили мы тему перелетов и, скажем так, авиасообщения. Москва-Ташкент, рейс обозначился еще одним выходом в свет, скандальным выходом в свет Красовского, того ведущего, который там. Я только не понял, почему его высадили, что случилось. Ну, он громко разговаривал по телефону, ему сделали замечание, он начал перепалку какую-то с пассажирами, ну, и в конце концов призвал как бы убить Аэрофлот, да, нецензурно высказался об этом. Откуда вот это спесь, борзота, откуда это, Максим? Ой, ну, слушайте, ну, это у людей бывает, то есть, ну, а это, бывают люди такие вот, которые так ведут себя, но обычно это связано с тем, что они долго не ходят к психотерапевту, как бы накапливаются проблемы в их голове, или бухают много, или и то, и другое, и вот, ну, я не знаю, я не знаю, что может привести к тому, что человек орет на кого-то в самолете. Это мне не очень понятно, как бы, ну, с другой стороны, ну, я вот хожу к психотерапевту, может, мне поэтому непонятно, я не знаю, сложно залезть в голову людям, которые кричат в самолете на окружающем. Ну, просто напомним, это тот ведущий, который там говорил, что топить украинских детей, потом долго с ним разбирались, отстраняли от эфира, возвращали программы, записанные с ним в эфир Russia Today, ну, и, конечно, скандальный персонаж, его скандалился в очередной раз. По-моему, кстати, он с тех пор так и не работает на Russia Today, по-моему, с тех пор, как он так рассказывал. Ну, было появление записанной программы, это было, так помним, да, но вот как бы прямой фильм. Мы его уволили из Russia Today, интересно, как бы, куда он с тех пор пошел, хотя, на самом деле, не очень интересно. Ну, в Ташкент, вам куда? Вам в Ташкент, да. Все-таки, если говорить об Ахмуте, это, ну, действительно, самая горячая точка сейчас, вы обозначили, что, на самом деле, за победу представить это, ну, не придется, но очень пробросили интересную мысль о выборах. Представить можно, представить можно, представить победу, можно в Москве салют устроить, представить победу, и можно все, что угодно. Ну, к тому, что все-таки каким-то значительным сдвигом это не приведет, мы это все понимаем, а что, на ваш взгляд, был бы наилучшим моментом, когда Путин объявил бы, что он идет? Что он что? Объявил бы, что он идет на выборы в следующем году. А, ну, ему надо как-то закончить войну. Идти на выборы во время войны, это вообще очень сомнительная затея. Потому что, ну, это просто, выборы это и так, территория непредсказуемости и турбулентности. Там любой чихни в ту сторону, и бац, изменение настроения людей, и уже потом фиг их уговоришь. Это же, это же так, только люди не понимающие вообще ни в чем говорят, что нарисуют просто электронно или как-то еще, и все. На самом деле, как бы, если у тебя ситуация, что у тебя там 15% только людей готовы голосовать за Путина по любой причине, то все, ты закончился, на этом режим закончился. Дальше ты только можешь болтаться, там цепляться, как Лукашенко делает, там, на аутсорс отдавать, там, свой суверенитет. Но Путину особо некому это делать. Поэтому выбор это штука опасная для такой системы. Значит, и без войны постоянно может что-нибудь произойти. Там, ну, не знаю, какая-нибудь авария в метро. Вот это во время мэрских выборов постоянно такое вот, когда разрисовывают риски кандидата в мэры Москвы от партии власти, постоянно считают риск, что вот за два дня до выборов случилась авария в метро. В Москве была авария в метро в 2014 году, я не помню, или в 2013, когда много людей погибло, и поезд просто сошел с рельс, врезался в стенку тоннеля, и много людей погибло. Была авария в метро. Это москвичи очень только об этом и говорят. И как бы вот что делать, если за три дня до выборов авария в метро? Рейтинг мэра падает в два раза на этом. Че, как дальше? Вот ты идешь, урны открываешь, а там все против, кроме тех, ну хорошо, те 20%, которые ты подделал, там мэр выиграл, а в остальных 80%, как бы, у него там шиш. И че? Все. На уровне страны, ну, похоже, то есть, даже там, не знаю, континговая катастрофа, техногенная катастрофа, еще что-то. Перед выборами это все сразу может обрушить просто вот политическую ситуацию. Непонятно, что делать после этого. А когда война, так вообще там тоже что угодно произойдет, за неделю до выборов какое-нибудь контрнаступление, как вот возьмем, там Донецк освободят, или в Крым зайдут, и чего, как бы там, ну или там наоборот, какой-нибудь большой, как вот Макеевка, какое-нибудь большое количество мобилизованных погибнет. и все, то есть, и на это будет три месяца, три месяца избирательной кампании, когда уже объявлены кандидаты, уже никого не снимешь, все, то есть, и каждый раз может что-то произойти, что перевернет настроение людей, а люди в этой ситуации, они не, они не как сейчас, да, сейчас они, люди у них в голове, что есть у них Путин, и он президент, а когда выборы идут, это уже не то, это уже им надо заново его выбрать, он уже как бы заканчивается его полномочия, в голове людей это так построено, поэтому любая фигня, любая кочка во время президентской кампании, это очень, как бы, опасно, поэтому выходить на выборы во время войны очень для них плохо, и скорее всего, они захотят перед войной как-то, ой, перед выборами как-то войну закончить, они будут очень хотеть переговоров, какое-нибудь мирное перемирие, или вообще мир, что-нибудь где-нибудь зафиксировать, и потом объявить, что мы победили, вот там, Псалют, там, триумфальная арка, Украина там, демилитаризованная и деноцифицированная, Запад от наших границ отодвинут, ура, ура, Путин молодец, поехал строить роддома на Дальний Восток, и там объявил о выдвижении, вот это для них идеальная совершенно картина, но что-то мне подсказывает, что Украина будет против такого развития событий, и вряд ли у них это получится, поэтому, ну, ситуация для них очень тяжелая с выборами, то есть она, она прямо очень для них опасная, мы будем смотреть и участвовать. Вы просто с российскими выборами знакомы как никто, ну, системой. Да, я хорошо знаком, да. Я поэтому задам вот такой вопрос, в разрез, а скажите, вот объявление о выводе войск из Украины, это в электоральную копилку или в минус. Это зависит от ситуации. В принципе, это можно выставить, попробовать выставить, как какое-то вот миротворческое действие. Такое вот, что, значит, то был у нас, значит, этот, как там, Владимир Ужасный, а теперь у нас Владимир Миролюбивый. Вот он, значит, войска выводим, значит, все там это отстраиваем, там, или не знаю, или что-нибудь такое. Проблема в этом, опять же, в том, что, а куда выводить-то их? Выводить их на границе 23-го? Ну, опять же, 23-го февраля. Тут, опять же, во-первых, Украина может не согласиться, во-вторых, это, ну, довольно какой-то маленькой, но шумной части общества будет считаться какой-то ерундой. Что это такое? Был-то тогда. И вообще, где же русский мир, там, и спасение от нацистов, как же так, опять в лапы нацистов, там, достались вот бедные русские люди, вот это все. Маленькая, но какая-то заметная часть общества будет это говорить. То есть, процент в 15. Не так и мало. А в ладоши хлопать вряд ли кто-то будет. То есть, даже вот эти 15%, которые против войны, там, либералы, они, ну, они, конечно, скажут, типа, ну, типа, окей, хорошо. Но вряд ли они от этого начнут поддерживать Путина. То есть, это маневр довольно рискованный. Хотя, он более понятный, нежели идти на выборы во время войны, но с другой стороны, это же нет гарантии, что Украина не пойдет освобождать территории, которые были до 23 февраля аннексированы или оккупированы. Есть Крым, который так не так-то там просто оборонять в случае возвращения на границе 23-го. Есть Донецк, который, в общем, тоже можно как-нибудь там, Луганск, он подальше, но тем не менее, то есть, Украина вполне может пойти это освобождать. И тогда что делать? Ты вроде, значит, миротворческий вывел войска, а тут война продолжается, да еще и с потерями территориальными или с боями уже на территории, которые, если в Крыму, то, которая считается, воспринимается многими как российское, многими россиянами. Ну, если в Донецке, то там вообще все равно россиянам, Донецк никого не интересует. Нет, даже те 15%, которые звонят, Донецк их не интересует. Но рискованно, непонятно, вообще нет хороших ходов. То есть, единственный один хороший ход, это выдвинуть на выбор кого-то другого. Вот этот ход хороший. Это очень хороший ход, сразу все там обрадуются, как-то договариваются, пойдут, и действительно можно договориться с кем-то другим. Но тут вряд ли Путин согласится. В общем, да, интересная диспозиция. Интересно будет, да, да, да. Зачем в Крыму, в Евпатории, на берегу роют окопы? Ну, понятно, зачем? Боятся морского десанта. Зачем? Чего? Украинского, чего ж? Объявляет Зеленский, будем освобождать Крым. Ну, поэтому строят окопы. А что, вполне логично так-то. Ну, вот, то есть, здесь как-то вот логики не откажешь. Но если Зеленский говорит, что будем освобождать, то вполне можно и окоп построить. Ну, просто, как бы, это уже, ну, too much, потому что, по всей видимости, освобождение будет с севера, да, и заходить в Крым будут с севера. Но, вот эти окопы, они даже смотрятся как-то удивительно. У Украины нет такого флота десантного, столько десантных кораблей, чтобы эту всю, там, линию длиннющую, ну, вот, как-то ее нагрузить, даже, даже в огневом поражении. Вам не кажется, что во многом, вот, все, что делается в обороне, да, вот, или, предсловутой обороне, так называемой, там, российской территории, или исконно российской территории, но это все какой-то, ну, какой-то ипсо, какой-то психологический эффект должно возыметь в первую очередь. А какой же это, какой же это психологический, кто должен обрадоваться от такого, что вместо того, что пляж, теперь там окоп. Это, что, должно воодушевить кого-то? Это вот, вот это вот, значит, геополитик великий, блин, вместо пляжа окоп устроил. Вот это, блин, достижение. Не, я думаю, что это смесь распила с пиаром. То есть, как-то вот так вот. То есть, там действительно кто-то там, значит, вот, защищать Крым. Ну, как-то, ну, рыть там, рыть. Ну, распилили, пропиарились там. Отчитались. Думаю, что как-то так. Да, отчитались. Ну, денег отвалили там, 90% значит, уехало, распределилось по нужным гражданам, на 10% выкопали окоп. Дело нехитрое. На ваш взгляд, откуда вот это, ну, вот, вот как маленькие дети, вот есть такое, знаете, выражение, оп, я в домике, допустим, да, глазки закрыл, нет, ничего не вижу. Мы последние дни, вот это наблюдаем в совершенно разных сообщениях. То есть, есть фотография, ну, например, Краснодарское летное училище, пожар, клубы дыма, огромный пожар. Что произошло? Власть, ничего не произошло. Коломна, взрыв, короткое замыкание. Ну, так, взрыв, зарево, коломна. Все слышали, все видели, видеокамерные люди. испытали. Ничего не произошло. Вспытывали фейерверк. Ищут обломки беспилотника, не могут найти вторые сутки и сообщают об этом. Но ничего, все под контролем, все должны быть в безопасности. Улетел обратно. Не знаю, да и вообще, не, слушайте, это очень объяснимо. А вообще, атаки на российскую территорию, это очень опасно. В первую очередь, с политической точки зрения. Вообще, война дронами, она тем отличается, что ее можно вести очень массово и довольно бестолково. Потому что дрон очень дешевый. Дрон это не боевой самолет, который стоит десятки, если не сотни миллионов. Ну, в общем, очень дорогая штука. И в нем не сидит пилот, которого надо готовить годами, если не десятилетиями. И каждая операция там, у которого должна быть очень тщательно продумана. И даже не крылатая ракета, которая тоже очень дорого стоит. И которой надо стрелять очень прицельно. И заранее там с разведкой и все такое прочее. Дрон, он стоит очень дешево. Вот эти иранские дроны, сейчас уже всем знакомые, у них просто, их же не просто так называют газонокосилками, они реально, у них двигатель, ну, не от газонокосилки, конечно, недалеко ушел. У нас мопеды обикличут. Мопеды. Потому что двигатель у него реально как в мопеде. Правильно? Потому что, что, ну, это же не самолет. Ну, сломается двигатель, упадет он где-то по пути. Ну, и что? Он ничего не стоит. А если его собьет ПВО, то тоже там ракета от ПВО дороже самого дрона там во много раз. Поэтому, если Украина реально смогла произвести большое количество дронов, которыми будет атаковано территории России, это может, во-первых, от этого нет защиты. Никакое ПВО и никакие средства радиоэлектронной борьбы не приведут к тому, чтобы все дроны будут сбиты. Ну, будет сбито, не знаю, 4 из 5. Но 5-й-то бабахнет. Если что-то начнет бабахать в разных городах России, то уже тут не удастся сделать так, что 60% населения, как сейчас, будет к этой проблеме нейтрально. Сейчас это как там, 20 за, 20 против, 60 все равно. Отстаньте от нас. А если будет взрывы у домов, то это уже все равно не выйдет. Как это, над тобой 20 килограмм взрывчатки летает, и то ли где-то грохнется, то ли нет. Это уже не может быть нейтральным. Это переход войны на территории России, по факту. То есть, дроны, это очень серьезный психологический и политический эффект на Россию. То есть, если будет много атак дронами на территорию России, по военным базам, Украина, кстати, очень аккуратно пользуется дронами. Еще не было случая, чтобы они попали в жилой дом в России. Они попадают только в военные объекты или в лесу падают. Причем иногда, когда они в лесу падают, иногда даже не взрываются. То есть, как-то там аккуратно это делать. Если будут взрываться военные базы и летать дроны, вокруг российских городов, да еще в такой глубине, как Коломна или около Москвы, то, конечно, это будет очень важной и постоянной темой обсуждения внутри России. Что еще обсуждать-то, как не это? Власти-то пытаются по максимуму замять. Мол, это вообще не украинский дрон. Это просто покурили неудачно там, или там, ну как и покурили, это уже мем. Да, там проводка, значит, загорелась, фейерверки стреляли, учения, значит, артиллерийские проходят. Все нормально, граждане, не беспокойтесь. Но, если масштаб будет такой, который он может быть, а он может быть очень большой, то есть, Украина могла произвести сотни таких дронов, то тогда уже, конечно, это так не отмажешься, и в России, вот тогда будут меняться настроения. Ну, то есть, это рабочий инструмент, вы вот сейчас об этом, ну, на этом делаете акцент. Это рабочий инструмент изменить Россию, это кошмарит. Да, это инструмент, который повлияет. Ну, это зависит, опять же, если они начнут в жилые дома попадать, то тут нет, то есть, наоборот, может быть, сплочение, что вот эти там, ну, как, собственно, это вот в Украине можно наблюдать, если попадает в жилой дом ракета, там никто, там наоборот, все говорят, давить там гадов, наоборот, сильней. Но это, я думаю, понимают и в Украине, и поэтому не попадали пока в жилые дома, то есть, стараются как-то осторожно этим заниматься и попадать по военным объектам. Вот если продолжится попадать именно по военным объектам, и они будут реально летать везде и падать на военные объекты, или взрываться в чистом поле там, то это, конечно, будет иметь очень большой психологический эффект на россиян. На ваш взгляд, фигура Пригожина, ну, условно, понятно, сейчас ситуация тяжелая, но контролируемая. В украинском генштабе описывают ситуацию в Бахмуте как такую, которая там острая. Да, идут бои, но ничего критичного, даже где-то есть контратаки, прикрытие сил, которые отступают. В общем, такая военная история, то есть, военные комментарии, они такие. Но мне интересует вот фигура Пригожина после Бахмута. Что ее ждет? Пригожина явно начали потихоньку сливать. То есть, сейчас он уже перестал каждый день плакаться, что ему не дают патронов, но по большому счету видно, что ему перекрыли кислород в плане набора зэков, и на этом, собственно, он и закончился. Потому что это была та золотая жила, которую он открыл, и он мог вести войну в 21 веке, как ведут ее в начале 20-го, не считаясь с потерями, потому что на людей этих было всем наплевать. Ну, это много раз обсуждали, 80% российских зэков не получают даже писем с воли, они вообще никому не нужны. И Пригожин какое-то время мог с их помощью воевать. Единственный был из всего, из всей российской армии силовиков, который мог что-то добиться, именно потому что он мог идти на такие потери. Но сейчас Министерство обороны перехватило эту штуку, и начало оно загребать заключенных. Ну, и Пригожин как-то тут остался никому не нужен. А так как он успел наступить там на много хвостов, разозлить очень много влиятельных людей, то, по всей видимости, он скоро, ну, либо разделит судьбу Стремаусова, который так внезапно в ДТП попал там, прям перед сдачей Херсона за день. Либо, еще что с ним произойдет, или, может, уедет там губернатором куда-нибудь, ну, не на Камчатку, ну, куда-нибудь там, не знаю, в какой-нибудь регион сейчас назову, обидится. Ну, нет, в Ленинградскую, нет. Куда-нибудь, ну, не знаю, не буду называть, а то сейчас обижу жителей региона. Куда-нибудь в глубинку, такую незаметную какую-нибудь. И будет там, ну, или, я не знаю, еще что-нибудь займется там, обеды продолжит варить, как раньше варил. Не знаю, в общем. Но его, зенит его карьеры, похоже, что в российской власти по всей видимости прошел. Мы, конечно, не знаем. У него есть какой-то силовой ресурс, он может вмешаться в какие-то процессы, если они вдруг начнутся, может быть. Но вот сейчас видно, что текущая система его сливает. Максим, скажите, друг Пригожина, дорогой друг, Рамзан Кадыров, что с ним? Западная пресса пишет, что болен, обсуждают в фотографии там разной давности. Ну, на фотографиях он выглядит более, ну, менее здоровым, чем раньше, так скажем. Действительно, по фотографии так не скажешь, что человек очень хорошо себя чувствует. Но мы не знаем, что это, опять же. Может, на нервной почве. Мы не можем знать, что это, почему это. Просто понимаете, когда вот такие сообщения публикуются в прессе, сразу понимаешь, что какое-то продолжение ждет его политическая карьера, какое-то движение стремительное вверх. У нас, смотрите, сколько он, Путин болеет, и все все никак, и ждут, когда же, или там обсуждают эту тему. Нет никаких достоверных сведений, что Путин болеет, вообще ни одного. Были достоверные сведения, что с ним ездит онколог. Но рак в таком возрасте, может быть, вообще, много людей с этим раком живет еще десятки лет. Это вообще ничего не значит, даже если он есть. Тем более, там говорили про рак щитовидной железы. То есть, это все ничего не значит. Никаких оснований думать, что болеет Путин. Что касается Скадырова, то просто там, ну, по фотографиям видно, что вот выглядит человек хуже, чем раньше. Но, опять же, это ничего особо не значит. Что касается его карьеры и вообще места в системе, ну, он вернулся в то же место в системе, в котором он находился до войны. То есть, он иногда что-то там медийное скажет, кто-то его иногда послушает, но, по большому счету, он губернатор небольшого региона, бедного региона, в котором он имеет чуть-чуть увеличенные полномочия по сравнению с другими губернаторами, то есть, большую свободу действий. Но, по большому счету, это один из многих-многих людей в российской власти. То есть, в начале войны, похоже, ему отводилась какая-то значимая роль. Мы сейчас точно не знаем, какая, но, похоже, какая-то значимая. То ли Киев брать, то ли комендантом быть там, Украины, то ли вообще, я не знаю, генерал-губернатором. Но это все дело уже давно в прошлом. Войска его не продемонстрировали каких-то экстраординарных умений, да и он не продемонстрировал большое желание отправлять их на реальную войну. То есть, одно дело там помаршировать или поразгонять митинги, это пожалуйста. А вот, где реально стреляют, да еще из артиллерии, да и уж из Химарса, это он как-нибудь без него. Поэтому его роль сейчас в этой всей штуке, она очень периферийная. Ну, вы знаете, я просто, вот вы говорите, а я вспоминаю вот эти несколько скетчей с актером, изображавшим Зеленского, и где он снимался сам. То есть, ну, вот как все было. Видимо, очень хотелось. Может быть, был такой сценарий вот в реальности, я не знаю. Вот как... Не, обсуждалось, обсуждалось, что какой-то такой сценарий, что он должен там вот арестовывать руководство выше, вот такой сценарий. Ну, видимо, размечтался так уж, что захотел хоть скетчем. Да, действительно. Друзья, я обращаюсь ко всем, кто нас видит и слышит. Пожалуйста, поставьте лайк под этим видео. Максим Кац традиционно отмечен пользователем YouTube. Переходите, следите за новыми выпусками, ставьте лайки тоже и подписывайтесь. Подпишитесь на мой канал тоже, пожалуйста. Завершение нашей с вами беседы я бы хотел, ну, вот более такие общественные темы поднять. Начну с вашего отношения к такому, ну, вот какому-то, ну, что ли, поиску нового, старого, ну, какого-то смысла в российской культуре. Вышел сериал про группу музыкальную Король и Шут. Ревностно отнеслись некоторые фанаты и теперь объявили, что будут снимать фильм о солисте группы Сектор Газа Юрия Хоя, который в 35 лет в 2000 году умер из-за проблемы с печенью, ну, то ли гепатит, то ли перепил. Что за герои у России и почему идет возврат, откат к тем прошлым идолам? Ну, слушайте, ну, Король и Шут это, ну, здесь не откат. Король и Шут очень популярны, и причем их популярность в последние годы росла из-за их специфичной музыки и тех песен, особенно таких необычных, которые у них есть. Я и сам иногда слушаю, то есть и сериал посмотрю. Не то, чтобы я, как бы, фанател, но я знаю песни, конечно, и слушаю. То есть здесь ничего удивительного, это одна из самых известных и, ну, таких крупных, популярных, старых российских рок-групп, ну, панк-рок-групп. Так что тут ничего удивительного. Ну, что касается вот фильма про солиста Сектор Газа, это я не слышал даже эту историю, но, опять же, тут тоже ничего необычного, то есть это какой-то, ну, это менее известный человек, но, может быть, о нем можно снять интересный фильм. Здесь я как раз ничего особенного не вижу, особенно нехорошего, тем более, обычные совершенно дела. Я просто об этой, ну, вот идеологии, да, основанных там на старых скрепах каких-то, ну, условно, 90-х, нулевых, хотел вплести это все в новомодное движение. ЧВК Редан, как Максим Кац относится к этой новой моде силовиков гонять подростков и подростков, которые нападают друг на друга, причем и в России, и в Украине, и на оккупированном Донбассе, в Весье. Ну, слушайте, подростков иногда есть, ну, они могут каким-то странным образом выплескивать свою, там, активность, энергию, да, вот могут и таким. Подростки не слушаются обычно, чего им говорят, ни менты, ни правительство. Поэтому, когда, вроде как, в каких-то случайных обстоятельствах поклонники аниме вдруг очень хорошо дали отпор напавшим на них каким-то обычным подросткам, то это все превратилось в такой мем и начало дальше развиваться. Но, когда с этим стали бороться, так тем более это вдруг возникло движение, к которому как-то естественным образом стали присоединяться. Подростки это не та аудитория, с которой получится справиться угрозами или какими-то посадками или чем-то таким. С интересом наблюдаю, особенно с интересом пронаблюдал, как в это вдруг втянулось украинское правительство. Вот уж как бы неожиданно. Но нет, тоже, значит, втянулось. Ну, не знаю. Я в этом совершенно ничего плохого не вижу, если только они не слишком сильно дерутся. Ну, просто здесь, знаете, вот у нас вроде как война, а вот такая общая получается. Общая. Проблема. Можно на уровне генеральных прокуратур сделать общую рабочую группу. Как бороться с подростками, значит, ЧВК, Дэн, значит, как правильно с ними разобраться на территории Украины и России. Это было бы очень, очень такое. Да не, ну, понятно, что это такая шутливая больше реакция, но с подростками так просто, я думаю, справиться не получится. Так что эта история будет развиваться. Максим Кац был моим собеседником сегодня. Я очень благодарен вам за ваше время и ваши мысли. Спасибо. Друзья, берегите себя, желаю всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.